Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия программа по существу. Меня зовут Татьяна Трофимова. 12 мая ежегодно отмечается Международный день медицинской сестры. Решение отмечать его именно в этот день было принято в 1974 году Международным советом медсестер, так как 12 мая родилась Флоренс Найтингейл, одна из основательниц службы сестер милосердия. Флоренс была медицинской сестрой, которая организовала уход за британскими ранеными во время Крымской войны. Она стала национальной героиней Англии. Наверное, труд каждой медсестры, которая по-доброму относится к больным, терпеливо выполняет свою работу в каком-то смысле можно назвать героическим. Медсестра – это все-таки призвание или профессия? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, главной медсестрой республиканского эндокринологического диспансера, с Андреевой Надеждой Рудольфовной. Здравствуйте, Надежда Рудольфовна! Здравствуйте, Татьяна! Как давно Вы в этой профессии? В этой профессии я уже 28 лет, но я считаю, что я ее выбрала с детства. Почему? Потому что, будучи ребенком, я слышала слова благодарности в адрес моего деда, который работал фельдшером на селе. И уже будучи в возрасте, он все равно не переставал помогать людям советами или же помощью. И когда по окончанию школы уже у меня не оставалось сомнений, какую профессию я пойду выберу. Я знаю, что недавно Вас наградили, Вы получили нагрудный знак за верность профессии от Ассоциации медицинских сестер России. Вот у Вас еще почетные грамоты, дипломы. Работа главной медсестры, это, наверное, больше административная работа. А вот работать с пациентами не интереснее? Ну, я бы не сказала, что моя работа чисто административная. Мне кажется, что она интересная. В каком плане? Ведь эффективная деятельность среднего медицинского персонала и младшего во многом зависит от умения управлять, координировать работу старших медицинских сестер и всего среднего персонала в целом. Высокий профессиональный уровень и качество медицинской помощи зависит благодаря, наверное, выбору, подбору персонала, обучению его и, конечно, создание положительной мотивации для выполнения работы, контролировать их работу. Я думаю, что она интересная. А вот расскажите немножко, как Вы работали с пациентами? Была ли у Вас такая практика? Да, у меня была такая практика по окончании медицинского училища в 1986 году и начала работать фельдшером в участковой больнице. Ну, так получилось, что, выйдя замуж, мы переехали жить в город. Здесь уже 10 лет я работала медицинской сестрой второй городской больницы в поликлинике. Работала рядом с врачом. Она интересна в том плане, что, когда работаешь рядом с врачом, ты многое слышишь и уже себя, Даша, считаешь профессионалом своего дела. Ну, после этого, конечно, в 1997 году я уже перешла работать на должность главной медицинской сестры. И вот с тех пор, 17-й год, уже работаю на должности главной медицинской сестры. Она мне, работа, нравится. Потому что, как средний медицинский персонал относится к пациентам, это, наверное, во многом зависит от их обучения и организации труда. А вот главная медсестра именно в вашем эндокринологическом диспансере чем занимается? Вот я уже сказала, что именно я занимаюсь, чтобы были профессиональные специалисты своего дела, именно среднего и младшего звена, их обучение. И, конечно же, доброжелательные отношения с коллегами, с пациентами. И это вот мое, наверное, основное призвание. Я так считаю, что если пациент ушел довольным с кабинета, то это уже заслуга, наверное, врача и медицинской сестры тоже. А мероприятия какие-то вы проводите? Да, мероприятия у нас проводятся. Вот недавно мы в марте провели научно-практическую конференцию республиканского уровня. На нашей базе мы собрали среднемедицинский персонал других лечебных учреждений республики для того, чтобы им рассказать о новых технологиях, которые внедряются в специализированной помощи именно больным с эндокринными заболеваниями. Здесь у нас участвовали представители Министерства здравоохранения Чувашия. Также были представители ассоциации средних медицинских работников Чувашия. И я думаю, что медицинский персонал, который участвовал в этом мероприятии, получили много для себя. И они будут внедрять в свои практики то, что мы хотели донести до них. И это поможет нашим пациентам. Есть устойчивое выражение «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Как вы думаете, как насчет медсестер? Все ли хотят стать врачами? В моем случае, конечно, я мечтала стать врачом. Но я даже не знаю, почему это подалось за веление именно в медицинский колледж. Но я нисколько об этом не жалею. Почему? Потому что, как у нас доктора говорят, что бы я делала без медицинской сестры? Это ведь доктор назначил. А ведь в многом успех лечения зависит от профессионального уровня, от именно доброго отношения медицинской сестры, даже, может быть, просто иной раз доброго слова к пациенту. Я думаю, что это немаловажно в нашей профессии. И как вы думаете, медсестра – это все-таки профессия или призвание? Я думаю, что это призвание. Почему, наверное, вы спросите. Потому что это должно исходить из души человека. Если ведь не любить свою работу и не любить пациентов просто в нашей профессии нельзя. Нельзя без любви, без доброты, без милосердия. И, наверное, это призвание все-таки. Надежда Рудольфовна, сейчас как раз конец года. Многие выпускники, возможно, подадут заявление в медицинский колледж. Что вы им можете сказать? Мне бы хотелось им пожелать. Конечно же, они, если решили выбрать профессию именно медицинской сестры, то пусть они ее несут достойно. Почему? Потому что и решат для себя, что милосердие, доброта – это высшие качества и, конечно же, профессионализм. Высшее качество медицинской сестры. И я думаю, что они не будут останавливаться на достигнутом, будут совершенствовать свои знания. И в будущем я думаю, что у них все получится, если они решили, выбрали эту профессию. А кроме доброты и милосердия, как вы думаете, какие качества еще важны для медицинских сестер и вообще медицинских работников? Ну, конечно, профессионализм никогда не останавливается на достигнутом. Все время, потому что современная медицина, она не стоит на месте. У нас появляются новые технологии, новые стандарты в лечении даже, вот так вот, скажем. И поэтому она должна, медицинская сестра, быть грамотной, грамотной в своей профессии. И быть добрым наставником для молодежи, молодых медицинских, которые приходят. Надежда Рудольфовна, я благодарю вас за интересный рассказ о вас и о вашей профессии. Ну, вы можете поздравить своих коллег с праздником? Конечно же, пользуясь случаем, я хочу поздравить моих коллег с Международным днем медицинской сестры. И пожелать им только добра, здоровья и счастья. Не оставайтесь на достигнутом, усовершенствуйте свой труд. И оставайтесь всегда с добрым и большим сердцем. Я напоминаю вам, что в гостях у нас была Надежда Рудольфовна Андреева, главная медицинская сестра республиканского эндокринологического диспансера. Будьте здоровы, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!